Обзор паяльника JCD908S. Если в быту у вас иногда возникает необходимость в мелком ремонте техники, то такой набор вам идеально подойдет. Фирма JCD предлагает комплекты для пайки от простых наборов до паяльных станций. Рассмотрим данный набор поподробнее. Компактный тканевый кейс на замке. В этот маленький набор они умудрились поместить подставку для паяльника. Держатель фиксируется к платформе с помощью винта и гайки. Платформа выполнена из тонкого железа, но она достаточно прочная для веса данного паяльника. Желтая губка предназначена для очистки жала от нагара. Также в комплекте есть цилиндр с припоем. Он похож на наш классический POS-61. Еще в наборе есть кусочки проводов в красной и черной изоляции. В наборе есть пинцет. Он выполнен из толстого металла. Губки заточены. Кстати и на паяльнике и на пинцете есть защитные колпачки. В комплекте есть ручной оловоотсос. Вот он какой-то хиленький, но не так часто нужен. Кроме установленного на паяльник заводского жала есть набор из пяти дополнительных. Все с разной формой наконечника. Также в комплекте есть миниатюрный инструмент для снятия изоляции. В верхней части видно выступающее лезвие. Достаточно засунуть провод и провернуть несколько раз вокруг. Изоляция будет прорезана на 1 мм. Ну и главный инструмент набора – паяльник GCD908S с LCD-экраном. Смена жала производится очень легко. Достаточно выкрутить накидную гайку. Керамический нагреватель без встроенного датчика температуры, поэтому индикация не является на 100% корректной. Но миниатюрное исполнение и цена перекрывают эти недостатки. Производитель не забыл и о защите кабеля от перетирания. Кабель двужильный, с вилкой без заземления. Все провода и кабели дома я фиксирую лентой-липучкой. Они уложены кольцами и занимают мало места. Все ссылки оставлю в описании под видео. С завода установлена температура в 350 градусов. Жала достаточно быстро нагревается – около 30 секунд. Паяльник удобно лежит в руке и выполнять мелкие операции тонким и заточенным жалом будет очень удобно. Кстати, жало паяльника уже облужено с завода и припой к нему хорошо пристает. А приобрел я данный набор для ремонта провода на наушниках Takstar Pro 80. Это первая поломка за 8 лет. Ремонт у наушников несложный. Сначала снял амбушюры. Как видно, драйвер большой – 50 мм. Чашка хорошо изолирована. Откусил участок с поврежденной изоляцией. Установил гильзу-ограничитель и перепаял новые жилы кабеля. Кстати, в начале видео я показывал желтую губку. Если намочить ее водой, она поможет очистить жало паяльника. Наушники удалось отремонтировать. И данный набор в этом мне очень помог. Идеальный вариант для мелких ремонтов. Приходится ли вам использовать паяльник дома? Напишите в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok